Снова всем welcome! Это снова я. На этот раз я нахожусь в таком вот красивом университете неподалеку от моего дома, скажем так, в моем городе. Ну, в общем, сегодня у нас речь также будет про IT, продолжение темы работы IT в Японии. По тем вопросам, которые были в комментариях к предыдущему видео, а также по вопросам, которые были до этого, я немного поясню, ну, расскажу и отвечу по ним. Итак, значит, самый первый вопрос был, это, например, сколько платят сисадминам. Знаю, что многие работают с системными администраторами в России, также с сетевыми администраторами, то есть по сетям, по безопасности и так далее. То есть, значит, данные специальности также востребованы в Японии. Конкретно, вот у меня на примере есть один человек, даже несколько человек, которые работают именно по сетям, по компьютерным, по безопасности. Один из них работает в ЦИСКО, один работает в, ну, в другом, менее известной компании по производству разного электронного оборудования, ну, тоже все с админом. В общем, примерная зарплата там около 5-6 миллионов, также идет в год. Естественно, все зависит от того, на каком условии вы заключили контракт с этим компаниями. Есть компании, которые заключают контракты, например, с вами. Вот как вот у меня человек, который работает в ЦИСКО, он работает по Хакену. То есть, он работает в одной фирме, которая вместе с ним нашла ему работу, скажем так, и как бы сдает его в аренду. Соответственно, он там получает от ЦИСКО, например, деньги, но не напрямую, а через свою фирму. И, соответственно, там немного выходит по-другому немного, значит, поменьше чуть-чуть зарплата, в общем, так. То есть, он получает примерно около 5. Хотя, можно было бы, если напрямую устроиться, можно получать, конечно, больше. Итак, значит, что касается по сетям, также, в принципе, по Хелпдескам, по сетям, примерно такая же зарплата идет, то есть 5-6, но зависит, опять же, от компании. Возможно, компания будет более богатая, скажем так, более крупная. И обычно СИСАДМИНов там не так много набирают, ну, максимум 3 человека там. И, то есть, зарплата примерно так же около 5-6 миллионов йен в год. Так, следующий вопрос там был про Фронтенд и про Реакт, то есть, Ангулар. Ну, конкретно про Реакт я точно не могу сказать, но могу сказать про Фронтенд Девелопмент, то есть, про разработчиков Фронтенда. Также Джаваскрипт, те, кто разрабатывает на Джаваскрипте и на Ангуларе. Значит, средняя зарплата примерно около 6-7 миллионов. То есть, хороший Фронтенд Девелопер, то есть, хорошо получает в Японии, в принципе. И можно найти достаточно много вакансий по этим видам работ в крупных компаниях, в мелких компаниях, а также в более, скажем так, средних и таких вот не очень известных компаниях, которые еще не так раскручены, при этом они делают хорошие зарплаты, чтобы привлечь как можно лучших специалистов к себе. Также к ним можно устроиться и через интернет. Многие фирмы делают визы, многие фирмы делают, значит, приглашения на работу. То есть, там им нужно написать по интернету. То есть, вся система вообще работы, поиска работы в Японии идет через рекрутерские агентства. То есть, можно, конечно, и напрямую написать, но напрямую немногие фирмы будут заморачиваться с этим. Обычно с этим заморачиваются рекрутерские агентства. То есть, пишите рекрутерам либо в LinkedIn, либо еще куда там. Есть много сайтов, там, Dijob, там, Recruit и так далее. Значит, в эти сайты пишите, там, или создаете анкету, заполняете, там, резюме свое на английском, на японском, на какие у вас есть. То есть, ваши, там, опыт работы, в том числе и проекты, какие у вас были, там, крупные. Если были, если не было, то просто пишите, значит, что вы делали, какой опыт работы, по какой, значит, специальности, сколько лет. И это сам отсылаете и ждете, пока вам напишут. Либо сами можете писать этим рекрутерам, агентствам, либо можете ждать, пока вам напишут. Так, что значит еще? А, и вот еще. То есть, когда вы, например, списали с кем-то по интернету, соответственно, ну, многие ожидают, что вы живете в Японии. То есть, и если вы живете в России, естественно, уже будет более, меньше предложений, чем если бы вы жили в Японии. Получается, что, как бы, они ожидают, что вы придете на интервью. Ну, многие согласны по интервью по скайпу, например, или как еще там. Так, что еще там дальше? Значит, вот чем еще отличается, был вопрос, чем отличается работа IT в Японии и в России? Ну, как я вам скажу, я работал в Россию 6 лет назад, даже больше. То есть, как там сейчас работает, я уже не знаю. И по тем временам, когда я там работал, то есть, и как я здесь вот работаю, да, чем отличается. Ну, конечно же, отличается система разработки. То есть, скажем так, в те времена, когда еще была только разработка, разработка только-только начиналась, то есть, скажем так, фирма вот, которая, такие крупные проекты, у них не было особо вот такого много, большого функционала по программам, по разным, по контрольным версиям, то есть, ну, как система контроля версии и так далее. Значит, разработка велась просто, как бы, ну, вот, без спринтов, без всяких там, скажем так, систем. То есть, вот, вот есть, например, там, ну, типа, как он называется, программа? Redmine, да, например. Или же, вот, в Японии, в Японии использовать там тоже другие платформы. Но я сейчас не помню все точно. Ну, к примеру, вот, Redmine в России тоже очень распространен по разработке. То есть, для дебага, для тестирования, да, вот он очень удобен. Но вот в Японии, в Японии, то есть, им немногие пользуются уже. В Японии используют свои системы, японские программы. В том числе используют, как бы, разработки, значит, европейские. Также очень много времени переработки в Японии. Это, безусловно, намного больше, чем в России. И если даже там, например, я не знаю, как бы, крупные компании, ну, типа, как там, Майлру, да, там, Wargaming, еще что-нибудь там, те, кто игры выпускает, или же, которые, конторы выпускают, программное обеспечение, да, как у них там сейчас со временем и с переработкой, честно сказать, я не знаю. Поэтому по тем, скажем так, фирмам и по тому опыту, что у меня был в России, я могу сказать, что в Японии намного больше часов рабочих, намного больше переработки. Выходишь и в выходные дни. И бывает платят, бывает не платят, зависит от фирмы. В общем, система такая, что не всегда удается, скажем так, найти свободное время для себя. Поэтому в Японии вот очень сложно в этом плане, именно в плане контроля времени своего. Потому что от тебя, может быть, ничего не зависит. И компании, которые, например, хотят выпустить релиз сегодня, например, или завтра, да, а он еще не готов, они просят остаться или прийти на следующий день выходной, доработать, и чтобы быстрее выпустить обновление или выпустить релиз. При этом, как бы, многие японцы, и в том числе и иностранцы, это согласны, и как бы для них это нормально. Поэтому, если вы приезжаете в Японию, будьте готовы к этому. Далее, что еще интересно, то, что, конечно же, работа в Японии, это, ну, как бы сложность в том, что немного языковой барьер у вас еще будет, и также, скажем так, другая культура, другие эти традиции. Поэтому, если вы решили, то есть, как бы поехать, обязательно почитайте, узнайте об этом, чтобы приехать уже подготовленным. Что еще отличает российскую, работа в российской IT от работы в японской IT? Ну, скорее всего, еще то, что, конечно же, у вас там, если вы работаете в японской IT-компании, к вам будет относиться как к японцу, как я уже говорил. Поэтому, если вдруг вы думаете, что там, как бы, к вам будут какие-то поблажки, как к иностранцу или еще что-то, нет, то есть, вам будет относиться как к японцу, соответственно, уровень знания языка у вас тоже должен быть на хороший, чтобы вы могли понимать, отвечать и все, как бы читать документацию на японском языке, знать эти иероглифы. Поэтому, если вдруг вы решили, то есть, поехать в японскую компанию, обязательно выучите язык перед тем, как работать там. Далее, что еще такого отличительного? Я не знаю, как сейчас в России, но вот в Японии, например, за проезд платят, ну, человеку, то есть, то вот работнику полностью оплачивают его проезд. Ну, бывает там ограничения, конечно, там указывают, сколько, к примеру, 30 тысяч или 20 тысяч в месяц плачут сотруднику. И это, вам скажу, очень хороший бонус, потому как проезд в Японии стоит очень дорого. Это не сравнить с Москвой или с Питером, я не знаю, ну, где вы там живете. В общем, в среднем, да, поездка в день обходится на метро, вот я вам так скажу, на метро, на обычном, то есть, около 500-1000 рублей, то есть, в зависимости от того, где вы работаете. То есть, и платить, считай, 20 дней, вот и посчитайте, вам уже нужно заплатить примерно около 10-20 тысяч рублей. То есть, ну, понимаете примерно, да, какая сумма выходит. И вычитать эти деньги из зарплаты, это очень бы накладно выходило, считай. В японских компаниях есть бонусы. Если вы работаете на постоянке, а не по контракту, в японских компаниях, конечно же, есть бонусы, платят их регулярно, два раза в год, ну, либо один раз в год, в зависимости от того, какая компания, либо же три раза в год. Все зависит тоже, опять же, от компании. Но при этом, при этом, да, то есть, эти бонусы, он существенный. Бонус бывает в размер зарплаты, бывает в двойной размер зарплаты, а бывает тройной. Соответственно, вот если вы работаете, то считайте сами. То есть, если зарплата в месяц, к примеру, там около 350-400 тысяч иен, и бонус тут выплачивают. А бонус, считай, идет около, ну, допустим, двойная зарплата, да, вот 350 тысяч, да, двойная. Считай, вы в месяц получили сразу три зарплаты. И таких бонусов бывает один, бывает два. То есть, там, очень даже, очень даже неплохо получить так. Кстати, построили поле для американского футбола. А играет в обычный футбол. Вот тут даже эти мячи. Тут поле новое сделали. Тут до этого был такой песок. Еще какое-то паршивое было поле. Тут бейсбольное, что ли, были поля. Два, две штуки. То есть, сделали такое для американского футбола с искусственной травой, но в целом норм. А это вот здесь, с этой стороны, находится в них спортивный зал тоже. Сейчас просто куда не зайдешь, закрыто. Ну, в принципе, все, я думаю. То, что касается там работы по, значит, другим, то есть, языкам, или же по другим специальностям в сфере IT, вы спрашиваете в комментариях. То есть, там, если у вас какие-то вопросы еще остались, задавайте обязательно. То есть, постараюсь на них ответить. И, в принципе, информация доступна. Здесь в интернете можно посмотреть это все, какие есть сейчас на данный момент вакансии, какие, скажем, как так, требования. Ну, вот что касается требований, конечно, вот еще момент, да. В японских компаниях, конечно же, высокие требования к работникам. То есть, высокие запросы. То есть, например, если вы работаете в японской компании, то есть, вернее, если вы хотите работать в японской компании, то у них там требований, там, написано чуть ли не все языки программирования. То есть, бывает там, что пишут и EGS, и там, и PHP, и C, и C Sharp, и Python, и все остальное. То есть, и как бы Ruby еще там надо знать. То есть, вот это обычно, например, веб-девелопмент. То есть, на веб-дев, то есть, нужно такое количество... Хотя, вот вы, например, да, устраиваетесь там бэнк-экэндом, да, а им нужен и бэк, и фронт, и еще и по серверам, чтобы он шарил хорошо. Вот. Хотя, вот почему тоже плюс большой встраиваются вот такие компании, потому что в российских компаниях, вернее, в российских университетах, да, у нас обучают, ну, многим языкам программирования. А в Японии это узкоспециализировано. И если вдруг, там, например, они будут набирать себе на работу японцев, то японец, он будет чисто по одному языку программирования. А иностранец может знать несколько, поэтому им выгоднее нанимать иностранца. И иностранец знает, как это лучше сделать, и он сможет найти больше информации, потому что он знает и японский, и английский, и свой еще язык. Это тоже большой плюс. Поэтому для них предпочтительно нанимать в IT иностранцев, чем японцев. Хотя некоторые компании есть чисто японские, и они нанимают только японцев, потому что считают, что вроде как японцам будет комфортнее работать с японцами. Но это, опять же, зависит от компании. Тут есть по-разному у всех. Ну вот, в принципе, и все. С вами был Дэн. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Но если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok